Весовая категория 93 килограмма. Супер тяжа. Серо-черные комбинированные шорты это Юрий Захарец. У Руслана Славченко также комбинированные. У него красно-черный. Но и видим такая белая рекламная надпись. Ну и плюс. Славченко Борода это дядька. Пока что ребята друг к другу присматриваются. Но это понятно. Это вес свыше 93 килограмма. Это тяжа. Ручки подними. Каждый удар может оказаться последним. Поэтому естественно никто не хочет попадать под кувалду соперника, как говорится. Захарец так больше хозяйничай в середине октагона, а его соперник больше танцует вокруг да около, как говорится. Но тем не менее пока что вот так Захарец поджимает, поджимает. Но никто пока удара не наносит. Такая пока что разыгрывает дебют. Ребята присматриваются друг к другу, изучают сильные и слабые стороны. Славченко где-то там несколько раз меняет стойку слевостороннюю, правостороннюю, но Славченко все-таки попытается достать соперника на гол, но пока что ничего не выходит у него. Пока что не может достать соперника Славченко, хотя я как говорил, у него одного роста ребята, но дистанционный поединок пока что абсолютно разведка даже не боя, она просто присматривается больше друг к другу, чем дерутся ребята, но рано или поздно придется вступать в борьбу. Сейчас видим уже Славченко так под первый такой небольшой контакт, однако такие скользящие удары по корпусу, но и вот удар ногой, но это такое, если бы прошло, могло на этом все и закончится. Раздаются призывы повторить. Наверное, Славченко нужно быть, так говорится, внимательным, потому что здесь что ногой, что кулаком удары, дай бог. Мы видим Пытался Савченко достать правым боковым с небольшим выпадом, но опять же только воздух рассекается пока что в этом поединке. До реальных ударов дело пока что не доходит. Но это все до поры до времени, все относительно, как говорится. Но сейчас пошли вперед, однако удары, которые не приносят результата ни одному, ни второму из бойцов. И сейчас пытается, пытается сейчас подобрать дистанцию за хорец, но Савченко пока что так немножко боязвиво дерется, я бы сказал, но дистанцию держит. Сейчас опять сейчас Захарец показал, что будет атаковать с разворота правой пяткой. Ну и вот чисто внешне создается впечатление, что Захарец более уверен в себе, чем Савченко, но не думаю, что на Савченко там производит впечатление по сложной список Захарцани, такой же он и впечатляющий. Три победы, одно поражение. Но тем не менее скажем, не очень скрывает некоторый свой такой бой перед соперником Савченко. Закончился первый раунд, ну первый раунд. Наверное ничья в первом раунде такой глядь ли кому-то здесь можно отдать предпочтение. Ну впереди у ребят еще 10 минут. Очень активно вел себя секундант Савченко. Но Савченко по-моему не только больше защищался, он еще на повторах смотрит тот удар, который прошел корпус. Не ожидал этого действия от соперника Савченко. Немножко так его там произвело на него впечатление. Наверное, представил себе, что было бы, если бы был более точным этот удар. Ну что ж, напоминаю, это весовая категория с 83 килограмма, Юрий Захарец ровно против Руслана Савченко-Кременчук. Ну и посмотрим, как будут развиваться события во втором раунде. Я думаю, что уже достаточно определились бойцы с тем, что происходит и чего можно ожидать от соперника друг друга. Видимо, он даже начал больше поддавливать Савченко, его призывать не бояться, но знаете, страх такая вещь, с которой бороться не так просто. Ну понятно, ребята вышли в октагон, они понимают, что здесь не место для трусости, но тем не менее. Но это в большей степени касается мои слова, естественно, Савченко, чем... Хотя Захарец так же не рискует, знаете, он так... пытается, по-моему, победить малой кровью и пока что... Все, ну вот... Прямой левой, левым и джебами так пытается разбить оборону соперника Захарец. Ну, сейчас, наверное, Савченко мог нанести удар, однако... Закончил действие замахом всего лишь. Ну, это супертяжа здесь. Мы видели, чем заканчиваются авантюрные атаки. Вперед, как правило, когда бежишь просто в атаку, не подготовив ее, то сам попадаешь в плен. Ну, пока что так контролирует ситуацию Захарец. Он, правда, не форсирует. Может, уверен, может, у него план на концовку там второго или просто на третий раунд делает ставку. Тут не так просто сразу определить, какой план со своими тренерами составили бойцы на этот поединок. Ну, видим, что Савченко довольно частенько так встряхивается. Давайте поддержим, друзья! Аплодисментами! Поддержим, ребят! Ну, пока что мало боевых действий. Вот, наконец, сцепились. И первый настоящий контакт в этом бою. Ну, пока что так, опять же, обнявшись там, обменялись небольшими пинками-коленками и пытается сейчас бросить... Не заломает клетку! Поддержите, ребят! Уложил. Захарец соперника в партер и сейчас будет пытаться наносить удары уже. Ну, вот, младший охранник был тренер Захарца. Сейчас Захарец вяжет, вяжет и руки сопернику Савченко, однако, ну, не скажет, что пока что удается там разбивать оборону Савченко Захарцу, но тем не менее ситуация не очень приятная для Захарца, потому что это тяжелый вес. Если пройдет один-два удара, на это все закончится. Давай, давай, поддержим, поддержим! Да, сейчас Захарец пытается поудобнее разместиться. И сейчас мы видим таки... Так, облокотившись левой рукой обнастил, но пытается он сейчас разбивать и сейчас, наверное, закончивается бой. да, да, абсолютно прав Алексей Олейник, рефери в актагоне, технический нокаут. Ну, то, что мы говорили, но... Тяжелый вес и здесь одна такая затяжная атака, это уже очень, очень серьезно. По-моему, даже Руслан Савченко не понял, что он проиграл и спросил соперника. Это что, конец? Тот кинул головой и Савченко поджал руку сопернику, покинул Актагон. Ну, а сейчас награждение победителя получает свой кубок Юрий Захарец. А нас с вами ждет последний поединок сегодняшнего вечера. Это будет титульный бой за звание чемпиона West Fight весовой категории до 84 килограмма и звезда сегодняшнего вечера действующий чемпион Сергей Гузин из города Сумы будет встречаться с Максимом Сергеевым представителем